МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цесаревич, уже подбитый, отражал всю ночь атаки японских миноносцев. Тогда же назначенный комендантом Порт-Артура Иван Константинович так смог организовать оборону города, что никто не знал недостатка в боеприпасах, топливе и прочем снаряжении. С 1911 года и до 1917 Григорович возглавлял морское министерство. И опять можно смело говорить о том, что в его ведомстве был порядок, как нигде. Построенные при Григоровиче в Первую мировую боевые корабли продолжали отменно служить и во Вторую мировую войну. В феврале 1917-го он смещен с должности министра. При советской власти Григорович некоторое время работал в военных архивах. Уже будучи пожилым человеком, Иван Григорьевич жил на скудный паек и дважды перенес воспаление легких. В 1923 году Григорович начал оформлять документы на лечение за границей. Тотчас ему отказали, но затем НКВД все же отпустило старого адмирала. Во Франции Иван Константинович жил бедно, но спокойно, зарабатывая на жизнь продажей своих рисунков. Последний морской министр Российской империи скончался в 1930 году в 77 лет от роду. В 2005 году прах православного адмирала был доставлен кораблями Черноморского флота из Франции и перезахоронен на Никольском кладбище Александра Невской лавры. Думается, душа Ивана Константиновича сейчас спокойна и благодарна потомкам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова